Декабрь, день шестой. 19 декабря по новому стилю. Чудеса святителя Николая, бывшие по кончине его. Много чудес сотворил святитель Николай не только при жизни, но и по смерти. Кто не удивится, слыша о дивных чудесах его, ибо ни одна страна и ни одна область, но вся поднебесная исполнилась чудес святого Николая. Иди к грекам, и там дивятся им. Иди к латинам, и там им изумляются. И в Сирии восхваляют их. По всей земле дивятся святителю Николаю. Приди в Русь, и увидишь, что нет ни града, ни села, где во множестве не было чудес святого Николая. При греческом царе Льве и при патриархе Афанасии совершилось следующее преславное чудо святого Николая. Это было в половине восьмого века при царе Льве и Саврянине. Великий Николай, архиепископ Мирский, в полночь явился в видении некоему благочестивому старцу, нищелюбивому и странноприимному, именем Феофану, и сказал, «Пробудись, Феофан, встань и иди к иконописцу Агею, и вели ему написать три иконы. Спаса нашего Иисуса Христа, Господа, сотворившего небо и землю и создавшего человека, предчистой госпожи Богородицы и молитвенника за род христианский Николая, архиепископа Мирского, ибо мне подобает явиться в Константинополе. Написав эти три иконы, представь их патриарху и всему собору. Иди скорее и не ослушайся. Сказав это, святой стал невидим. Пробудившись от сна, боголюбивый тот муж Феофан устрашился видения. Тотчас пошел к иконописцу Агею и молил его написать три великих иконы – Спаса Христа, Пречистой Богородицы и Святителя Николая. Изволение милостивого Спаса, Пречистой его матери и Святого Николая, Агей написал три иконы и принес их Феофану. Тот взял иконы, поставил их в горницу, и сказал жене, сотворим трапезу в доме своем и помолимся Богу о своих прегрешениях. Она согласилась с радостью. Феофан пошел на рынок, купил пищи и питья на тридцать злотников и, принеся домой, устроил для патриарха трапезу благолепно. Затем он пошел к патриарху и просил его и весь собор, чтобы он благословил дом его и вкусил брашна и питья. Патриарх согласился, пришел с собором в дом Феофана и, войдя в горницу, увидел, что там стоят три иконы. На одной изображен Господь наш Иисус Христос, на другой – Пречистая Богородица, а на третьей – Святой Николай. Подойдя к первой иконе, патриарх сказал «Слава тебе, Христе Боже, создавшему всю тварь!» Достойно было написать образ этот. Затем, подойдя ко второй иконе, сказал «Хорошо, что написан этот образ, Пресвятой Богородице и молитвеннице за весь мир». Подойдя к третьей иконе, патриарх сказал «Это образ Николая, архиепископа Мирского. Не следовало бы изображать его на такой великой иконе, ведь он был сын простых людей, Феофана и Ноны, происходивших из поселян». Призвав господина дома, патриарх сказал ему «Феофан, не вели писать о гею образ Николая в таком большом размере?» И велел он вынести образ святителя, говоря «Неудобно ему стоять в ряд со Христом и Пречистою». Благочестивый муж Феофан, вынеся с великою печалью икону святого Николая из горницы, поставил ее в клете на почетном месте и, убрав от собора клерошанина, мужа дивного и разумного, именем Калиста, упросил его стать перед иконою и величать святого Николая. Сам же он весьма был опечален словами патриарха, велевшего вынести из горницы икону святого Николая. Но в Писании сказано «Прославлю прославляющих меня». Так сказал Господь Иисус Христос, которым, как увидим, прославился сам святитель. Прославив Бога и Пречистою, патриарх сел за стол со всем собором своим, и была трапеза. После нее патриарх встал, возвеличил Бога и Пречистою, и, выпив вина, веселился вместе со всем собором. Калист же в это время славил и величал великого святителя Николая. Но вот не достала вина, а патриарх и сопровождавшие его хотели еще пить и веселиться. И сказал один из собравшихся «Феофан, принеси еще вина патриарху и сделай пир приятным». Тот отвечал «Нет больше вина, господин мой, а на рынке уже не торгуют, и купить его негде». Запечалившись, он вспомнил о святом Николае, как тот являлся ему в видении и велел написать три иконы – Спасителя, Пречистой Богоматери и Свою. Тайно войдя в клеть, он пал пред образом святителя и говорил со слезами «О, святой Николай, рождение твое, чудно и житие свято, ты исцелил много недужных. Молю тебя, яви ныне чудо у меня худого, прибавь мне вина». Сказав это и благословившись, он пошел туда, где стояли сосуды от вина, и молитвой у святого чудотворца Николая те сосуды были полны вином. Взяв вино с радостью, Феофан принес его к патриарху. Тот выпил и похвалил, говоря «Не пивал я такого вина». И говорили пившие, что Феофан сохранил лучшее вино к концу пира, а тот утаил преддивное чудо святого Николая. В веселье патриарх и собор удалились в дом Пресвятой Софии. Утром пришел к патриарху некий вельможа именем Феодор из села, называвшегося Сиирдальским, от Мирского острова, и молил патриарха, чтобы тот поехал к нему, ибо единственная дочь его одержима бесовским недугом, и прочел над главой ее Святое Евангелие. Патриарх согласился, взял четверо Евангелие, вошел со всем собором в корабль и отплыл. Когда они были в открытом море, буря подняла сильное волнение, корабль опрокинулся, и все упали в воду и плавали, вопия и моля Бога, Пречистую Богородицу и Святого Николая, и умолила Пречистая Богородица Сына Своего, Спасителя нашего Иисуса Христа, о соборе, чтобы священнический чин не погиб. Тогда корабль выпрямился, и милостью Божию весь собор снова вошел в него. Утопая, патриарх Афанасий вспомнил свой грех пред Святым Николаем, и вопия молился и говорил, «О, святитель Великий Христов, архиепископ Мирский, чудотворец Николай, согрешил я пред тобою, прости и помилуй меня грешного и окаянного, спаси меня от пучины морской, от горького этого часа и от напрасной смерти. О, преславное чудо, высокоумный смирился, а смиренный чудно возвеличился и честно прославился. Внезапно явился святой Николай, шествуя по морю, как по суше, приблизился к патриарху и взял его за руку со словами, «Афанасий, или тебе понадобилась в бездне морской помощь от меня, происходящего из простых людей? Он же, едва в состоянии открыть уста свои, и стомленный, сказал, горько плача, «О, святой Николай, святитель Великий, скорый на помощь, не вспоминай моего злого высокоумия, избавь меня от напрасной этой смерти в пучине морской, и я буду славить тебя во все дни жизни моей». И сказал ему святитель, «Не бойся, брат, вот избавляет тебя рукою моею Христос. Ты же не греши больше, чтобы не случилось с тобою худшее. Войди в корабль свой». Сказав это, святой Николай взял патриарха из воды и поставил его на корабль со словами, «Ты спасен, иди опять на свое служение в Константинополь». И стал святой невидим. Увидев патриарха, все возопили, «Слава тебе, Христе Спаси, и тебе, Пречистая Царица Госпожа Богородица, избавившие нашего господина от потопления». Как бы пробудившись от сна, патриарх спросил их, «Где я, братья?» «На своем корабле, господин», — отвечали те, «и мы все невредимы». Заплакав, патриарх сказал, «Братья, согрешил я предсвятым Николаем. Воистину велик он. Ходит по морю, как по суше. Взял меня за руку и поставил на корабль. По истине он скор на помощь всем призывающим его с верою». Корабль быстро приплыл назад к Константинополю. Выйдя из корабля со всем собором, патриарх со слезами пошел в церковь Святой Софии и послал за Феофаном, веля ему тотчас принести ту чудную икону святителя Николая. Когда Феофан принес икону, патриарх пал пред нею со слезами и сказал, «Согрешил я, о святой Николай, прости меня грешного». Сказав это, он взял икону на руки, с честью облобызал ее вместе с соборянами и отнес в церковь Святой Софии. На другой день он заложил в Константинополе каменную церковь во имя святого Николая. Когда церковь была построена, сам патриарх осветил ее в день памяти святого Николая. Осветитель исцелил в тот день сорок недужных мужей и жен. Затем патриарх дал на украшение церкви тридцать литр злата и много сел и садов, и устроил он при ней монастырь честен. И многие приходили туда, слепые, хромые и прокаженные. Прикоснувшись к той иконе святого Николая, все они уходили здоровыми, славя Бога и чудотворца его.